Всем привет! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Знаете, у компании Huawei выходил Honor Play, который позиционировался как игровой, но который мне совершенно не понравился. Но не будем эту тему развивать, не понравился основной за счет того, что назывался Play игровой, но процессор там был Kirin 970, который совершенно не игровой. Здесь назвали Xiaomi также Xiaomi Play, но телефон занимает очень странную нишу, он для меня совершенно непонятен. И посмотрите обзор, поймете сами. Притом продается он, если бы он продавался там на уровне, ну, конечно, не на уровне там 6А каких-нибудь, а все-таки на каком-то очень дешевом уровне, я бы понял. Но давайте разбираться подробнее. Плюсы, минусы, особенности. Что понравилось, что не понравилось. Первое, что хочу сказать, это то, что он пластиковый. Это действительно пластик, и я не нашел информации о том, есть ли в раме металл или нет. Потому что когда я делал обзор на пластиковый телефон, мне писали, да нет, Давид, ты че? Там же в раме металл, а она пластиком закрыта. Мне кажется, это, извините, таким бредом зачем алюминиевую раму покрывать пластиком? Покрасить цвет корпуса могу понять, но зачем покрывать пластиком? Может быть и есть резон, ну, непонятно. Информации я не нашел нигде, ни на официальном сайте, ни где-то еще, ни на GSM Arena. Поэтому я буду говорить, что он пластиковый, потому что все это именно пластик. В плюсах телефона, наверное, это то, что относительно небольшой экран, относительно небольшой вес 150 грамм, но это все достигается за счет небольшой емкости аккумулятора, который здесь 3000 мАч. Сейчас понимаю, начните строчить комментарии, че за дичь, так мало. Действительно мало. И мой тест воспроизведения видео показал почти 6,5 часов крутить на максималке, он смог видео. В реальном использовании, как будете пользоваться, здесь процессор Helio P35. Не сказать, что чемпион по именно автономности, но и не сильно тоже батарею ссадит. Но, наверное, день, каждый вечер по-любому будете ставить на зарядку. Но если будете его гонять, то, конечно, там к 5-6 вечера разъедить с таким аккумулятором, конечно, можно. Ну, давайте подробнее. Про внешний вид, я думаю, все поняли, не стоит заострять внимание на чем-то, хотя, как обычно, скажу, что все стандартно. Кнопки включения, кнопки громкости, это под большой палец правой руки, сверху разъем для наушников, звучит вполне нормально. Есть сканер отпечатка пальцев, нащупывается, кстати, легко, разблокировать можно сдвоенный модуль камеры, вспышка и с обратной стороны лоточек, за что стоит похвалить Xiaomi, это за слот тройной, две сим-карты и карту памяти. И про комплект сразу скажу, молодцы, не стали жилиться и положили сюда пластиковый хороший бампер. Это плюс, это зачет. Снизу зато мы видим, здесь один динамик, обычный, средний динамик. Ни хорошего, ни плохого про него не скажу. Может быть, даже громкости немножко мне не хватает. И микро-USB разъем еще пока наблюдаем. Переходим к самому экрану. Экран 5,84 дюйма, Full HD разрешение. Это по нынешним меркам не так и много. Сам экран, разумеется, это IPS, в принципе, нормальный, яркость нормальная, автояркость. Есть настройка цветовой температуры, есть. Но здесь, опять же, стандартная оболочка MIUI. Если мы посмотрим на данный момент, когда я снимаю обзор, MIUI стоит 10, 10.2 точка. Глобальная версия, разумеется. Версия Android совершенно здесь не важна, когда здесь есть MIUI. Версия Android 8.1. В принципе, любой Xiaomi берете, даже дешевый, все одинаково. Если кому интересно, чтобы сейчас время не тратить на все фишки, хотя вскользь расскажу, конечно. Есть оболочка от Xiaomi, у меня есть такой обзор. Досмотрите этот обзор до конца, и в конце я на него оставлю ссылку. Тоже будет вам интересно. К примеру, можно включить управление жестами, можно сделать клоны приложений. Может быть, вам удобно два WhatsApp использовать на телефоне или два каких-то других приложения. Достаточно гибкая она. Единственное, чего нет, это только рабочие столы. Меню приложений они вот как категорично не делают. Но, с другой стороны, я сам использую до сих пор Xiaomi Mi Mix 2S. Я просто поставил оболочку от Pocophone, Poco Launcher. И я просто настолько рад, наконец-то все нормально. Наконец-то ты проводишь пальцем снизу вверх, у тебя появляется меню приложений, где лежит все, как говорится, все валяется там. А рабочий стол ставишь только то, что тебе нужно. Но это, опять же, дело вкуса. Далее, по экрану, наверное, больше мне добавить нечего. Еще раз скажу, экран хороший, яркость нормальная, разрешение нормальное, ничего плохого сказать про него нельзя. Нормальная типичная IPS-матрица. Переходим к камерам, а потом уже и к процессору. Камеру смартфона три, притом нигде нет информации, сколько дополнительный модуль. Он нужен для эффекта замыливания, для эффекта боке. 12 мегапикселей плюс неизвестный по мегапикселям модуль. Можно, конечно, смотреть, проверять в этом в тестах, но нет информации, я не буду называть. И 8-мегапиксельная фронтальная. Знаете, фронталочка, это, наверное, одна из самых сильных сторон этого телефона. Не верите, посмотрите сами. Ссылки я оставлю под видео. Мне показалось, именно фронталочка делает довольно-таки хорошие фотографии. Что касается основных, они неплохие. Ну, сравнивая с тем же, например, Xiaomi Redmi Note 7, там фотографии будут лучше. Но он и дороже, конечно. А вот видеозапись совершенно не понравилась. Либо, не знаю, в чем причина, либо они специально ее как-то урезали, чтобы более дешевый телефон снимал хуже. Но она откровенно рыхлая. Качество видео в Full HD 30 фпс. Максимальное. Стабилизация. Телефон в одной руке. Может быть, обновление какое-либо выйдет и исправит. Но то, что я показываю вам сейчас, снято с этого телефона. Именно, именно вот сейчас происходит все так. Может быть, в будущем видеозапись будет лучше. Ну и процессор. Ребята, тут, конечно, никаких секретов нет. Потому что, потому что Helio P35 это нормальный процессор, но такой середнячок. Даже в Antutu набирает всего 86 тысяч баллов. Папку Mobile, если вам интересно, вряд ли кто-то купит смартфон даже с названием Play, с английского игра, игровой, то, конечно, нет. Для тяжелых игр он подходит мало. Но, с другой стороны, оболочка работает быстро. Тоже сказал быстро и подлагало. Ребят, я не прикалываюсь. Вот что за фигня? Может быть, из-за того, что тут обновление прилетело, конечно, у меня висит. Притом вчера, а не обновление компонентов каких-то. Но все равно. Но, в целом, Helio P35 и на других телефонах у меня каких-то придирок нет. Процессор нормальный. Для недорогих, относительно недорогих телефонов. Памяти в телефоне 64 гигабайта, что я считаю хорошо. 4 гигабайта оперативной памяти, что тоже неплохо. И тройной слот. Можно поставить еще память, если вам вдруг она понадобится. Итог. По этому телефону. Есть такое выражение, наверное, ни рыба, ни мясо. Вот здесь то же самое. Сказать явно какие-то плюсы. Притом, вот я сейчас вот от себя тяну несу. Но мне кажется, если бы они сделали, может быть, экран, допустим, даже 5 дюймов. Никто же не делает. По-моему, только iPhone SE. Сколько там? 5 или даже меньше. Может быть, этот выстрелил бы. Но зачем? Меньше 6 дюймов. Малюсенькая батарейка. Эти 150 грамм, они не ощущаются в руке. Что 150, 165, 170 грамм. Разницы нет. Но вот сделали маленький, легкий, непонятный телефон. Я не понимаю, для чего он. Вот. Сам корпус, кстати, он очень маркий. Ну, как и на многих пластиковых телефонах. Но зато в руке увесист. Зато в руке лежит хорошо. Не выскакивает. Ну, практически. То есть, лучше намного, чем стеклянные. По этому телефону у меня все. У меня совершенно непонятно, что это такое, для чего, кто его покупатель. Потому что, ну, сделали, сделали модель, чтобы она была. А для чего она конкурирует и с обычным Note 7, и с обычным Redmi 7, и даже, не знаю, очень много. Телефонов у Xiaomi. Ну, наверное, это хорошо. Чем больше телефонов, тем лучше. Пусть всегда будет выбор. На этом у меня все. Примеры фотографий смотрите по ссылке под этим видео. Цены. Сколько этот телефон стоит, смотрите по ссылке под этим видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Всегда много интересного. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Субтитры подогнал Игорь Негода.